Чтобы попасть в павильон Российской Федерации, проходим через вот такой вот энергетический портал и попадаем в основной зал, где показана вот такая большая сфера. Основной темой павильона Российской Федерации является энергия будущего Арктики. Знакомство с основной экспозицией начинается с водной инсталляции энергии Арктики. Россия хотела таким образом показать уникальный регион Земли. Атмосферу Арктического региона создают декорации со светящейся фактурой арктических льдов, эффект северного сияния и другие зрелищные приемы. Почему Арктика? Арктика богата не только полезными ископаемыми, это еще и огромный потенциал для развития альтернативных источников энергии. Это и солнечная энергетика, потому что полгода солнца. Представляете, да, какие возможности есть для энергии? Это ветряная энергетика, потому что арктические ветра тоже мы знаем, наслышаны. Это все можно использовать и все можно использовать без привлечения каких-то дополнительных природных ресурсов. Основной фишкой павильона России является настоящая арктическая ледяная глыба высотой 4 метра. На образование льда такой толщины ушло не менее двух лет. Чтобы ледяная глыба не растаяла, эту часть павильона постоянно охлаждают. Это настоящий кусок льда, который был привезен из Арктики в специальном контейнере. В течение трех месяцев вот в этой полусфере можно будет подойти, потрогать, надеясь, что не растает за три месяца. Культурная программа «Россия на Экспо» станет заметным дополнением к основным мероприятиям проекта. В рамках Экспо состоится фестиваль культуры регионов России, в котором примут участие артисты и творческие коллективы из разных уголков России. Здесь на Экспо можно не только посмотреть на прекрасные павильоны, но также позаниматься спортом. Вот такой вот тренажер, который помогает выработать энергию для всего города. Павильон Ватикана на международной выставке Экспо называется «Энергия для общего блага. Забота о нашем общем доме». Энергия и этика – главные темы павильона, представляющего католическую церковь. Ватикане верят, что все люди могут мудро и осторожно использовать энергию. Мы должны сохранять энергию, применить ее в стоящих делах и не растрачивать впустую, говорят представители Ватикана. Энергия – это дар. Независимо от того, если человек верует или не верует, это то, что дано человеку. Исходя из этого, естественно, мы имеем ответственность. Несем ответственность за энергию, за то, что нам дано. Поэтому путешествие по павильону как раз хочет передать всем, что мы несем ответственность за то, что существует в этом. И в том числе за энергию, для того, чтобы использовать даже самые блестящие инновации по производству энергии. Но самое главное, и это идея этой комнаты, так называемой «золотой», что в центре всего человек. Вот эта комната символизирует то, что многие люди живут еще в темноте. Но переходя уже в следующую комнату, можно увидеть вот такую светлую. То, что душа человека может быть светлой. Что энергия бывает не только физическая, она бывает еще духовная. Этот павильон заставляет задуматься об универсальном предназначении энергии. О том, как ею злопотребляют. И о том, как энергия будущего может быть стабильной для всех через всеобщий вклад и сотрудничество. Алимхан Юсингалев, Ильдар Женесканов, Сергей Константинов. Информационная служба телекомпании «Утрар», Астана. Алимхан Юсингалев, Ильдар Женесканов «Утрар»